Драцена Опрыски не требует, всего лишь полив и опрыскивание. Любое место квартиры, кроме места возле батареи, ей подойдет. Опрыскивать желательно в зимнее время два раза в неделю, в летнее время раз в неделю. Полив в зимнее время раз в две недели, в летнее время раз в неделю. Что касаемо вот таких вот фикусов, фикусы разнообразные. Вот этот фикус Даниэль, он не любит жаркого воздуха, поэтому его лучше поставить где-то при входе. Освещение ему нужно, рассеянный свет, ни в коем случае попадание прямых лучей. Точно так же опрыскиваем, как и предыдущую драцену. Полив точно такой же. Единственное что, смотрите, чтобы не было сквозняков. И предупреждаю, если вы приобрели такого красавца, но первые две недели он у вас роняет листья, это нормально, не переживайте, он адаптируется в вашей квартире. Потом с новых почек пойдут новые красивые листочки. Что касается азалий, она будет вас радовать своим цветением весь конец осени, всю зиму и начало весны. Она из разных цветов, белая, розовая, красная, коралловая. Как же сделать так, чтобы азалия у вас дольше росла? Азалия очень привередливое растение, хотя и очень красивое. Оно требует жесткого температурного режима. Воздух в вашей квартире не должен превышать 18 градусов, но и не должен быть ниже 12 градусов. Также азалия любит влажный воздух, поэтому нужно его создавать опрыскиванием. Желательно, если у вас в квартире включена батарея, хотя бы 2 раза в день. Спатифилиум. Вот такая вот царица растет в экваториальных широтах. Его листья требуют большого и хорошего опрыскивания, поэтому в зимний период его нужно опрыскивать 4 раза в день. В летний период достаточно 1 раза в день. Полив, желательно набирать большую емкость воды, отстоявшуюся, и ставить весь вазончик в эту емкость воды хотя бы часика на 3. На этом все. Спасибо большое. В следующий раз познакомлю вас с чем-то еще. Субтитры создавал DimaTorzok